Почтальоны, операторы связи и операторы связи бизнес-почты. Порядка 30 специалистов разных категорий из Барановичского, Берёзовского, Пинского регионального узлов, почтовой связи и головного подразделения собрались в престе. Их всех объединило и сплотило одно – любовь к выбранной профессии. Позади у участниц районный конкурс профессионального мастерства, где они уже продемонстрировали высокий результат. «Повысить уровень профессиональных знаний наших работников. Второе направление, которое мы преследуем – это повысить качество предоставления услуг. Ежегодно, когда мы проводим эти конкурсы и мы видим лучших наших работников, это является еще и продвижением их карьеры. Однозначно, что именно на таких мероприятиях, на таких конкурсах сегодня мы видим, как работник умеет оказывать не только услуги в присутствии клиента, а какой уровень знаний он имеет и как он может его применить сегодня в нашей деятельности». Почтовые работники Брещины – мастера своего дела. В слаженности смекалки и артистичности можно было убедиться на торжественном открытии конкурса, в рамках которого участницы сумели раскрыть личностные качества каждого. Конкурс – это состязание, однако, как показывает практика, для этих девушек участие в мероприятии – большой праздник, который сопровождался боевым настроением и душевным запалом на протяжении двух дней. «Конкурс каждый год совершенствуется, поэтому учитываются все новые тенденции. Стараемся каждый год искать какую-то изюминку и какие-то новинки для того, чтобы конкурс был лучше прошлогоднего». Проверка теоретических знаний, которые касались буквально всех технологических аспектов почтовой связи и, самое главное, применение их на практике. Конкурсная программа, состоящая из нескольких этапов, интересная и насыщенная. Так, например, Антонина Лейман на протяжении 12 лет работает почтальоном. Принимать участие в конкурсных баталиях для нее – большая честь. Рассказывает, времени скучать на работе просто нет. Что ни день, то новые впечатления. Она спортсменка, умница и просто красавица, которая смело и уверенно двигалась вперед навстречу нелегким испытаниям. «Я всегда иду с позитивом, с улыбкой. Мне нравится общаться с людьми. Я просто знаю, что, когда я прихожу, я приношу людям радость, они всегда рады меня видеть. И мне это тоже дает много позитива. Я чувствую от этого уверенность и удовольствие от того, что я общаюсь с людьми. Поэтому мне нравится моя работа». Информирование клиентов и составление отчетов, добросовестное обслуживание, также прием и выдача почтовых отправлений. Сфера деятельности работников почтовой связи интересная, но очень ответственная. Требует от сотрудника владения определенными знаниями, умениями и навыками. Победители отмечают, для того, чтобы хорошо работать, важно искренне увлекаться любимым делом. «Открытость, искренность перед людьми, потому что в первую очередь мы работаем с людьми. Своим коллегам я хочу пожелать любить свою работу, ценить то, что у них есть, ценить каждого клиента, ну и совершенствоваться, ну и больше узнавать. Не бояться узнавать что-то новое, потому что, ну это интересно и это, в принципе, это надо». «Очень приятно и почетно участвовать в таком конкурсе. Конечно, мы вообще с таким одушевлением и с волнением всегда участвуем и будем участвовать. Ведь это имидж нашего предприятия, нашего цеха почтовой связи и наших операторов связи. Мы мотивируем них на это. И вообще, после завершения конкурса, мы их рассматриваем и не всегда у нас идут по служебной лестнице». В результате выполнения всех конкурсных этапов, а также домашнего задания, была определена команда-победитель головного подразделения, а шесть конкурсантов-финалистов отправятся покорять новые вершины. Впереди республиканский конкурс.